Доброе утро, добрый день, добрый вечер, дорогие друзья! В зависимости от того, когда и где вы нас смотрите. Мы приветствуем вас на телеканале «Импакт», с вами программа «Влияние», и сейчас у нас будет «Богословский час». Если вы постоянно и регулярно смотрите телеканал «Импакт», то, естественно, вы уже заметили разницу, чем обычная программа «Влияние» отличается от особого специального «Богословского часа». На стандартной программе «Влияние» у вас есть один гость или два гостя, которые вам предлагают одну версию истины, и так как они утверждают, так и должно быть. На «Богословском часе» у нас обычно есть две позиции, иногда они сильно отличаются, иногда они не так радикально отличаются, но, тем не менее, у каждого из вас есть выбор проанализировать одну информацию, другую информацию, самим рассудить, насколько та истина, которая преподносится, она является библейской, правильной, и, естественно, проанализировав все точки зрения, прийти к правильному библейскому заключению в зависимости от того, какая у вас историческое наследие, к какой церкви вы принадлежите и так далее. Сейчас у нас тема, которая называется «Финансы. Бояться либо стараться». Либо нам нужно опасаться, либо, наоборот, достигать, стремиться. И мы будем рассматривать «Финансы» не в каком-то таком отвлеченном понятии, а конкретно касаясь нашей христианской жизни. И второе, что не менее важное, «Финансы, которые касаются служительской части, либо финансы в жизни служителя, пастора, миссионера, и ангелиста». То есть тот человек, который, мы будем рассуждать дальше, может или не может быть бизнесменом. Ему должно, нужно стремиться где-то там в бизнесе добиваться каких-то высот. Либо ему, наоборот, нужно избегать финансовых таких вот вожделений и все время своей жизни посвятить для служения Богу, для служения людям. Итак, я хочу поприветствовать, чтобы наши участники сегодня тоже поприветствовали вас. С вами магистр богословия Наталья Вовк. Добрый день, дорогие телезрители. Я рада, что вы присоединились к нам. И наблюдайте за нашим диалогом, пусть вас бабла славит. Спасибо, Наталья. И также магистр богословия Юрий Щерба. Приветствую вас, наши уважаемые телезрители. Очень рад очередной встрече вместе с вами в эфире. Итак, первый вопрос нашей темы. Называется так, «Как определить, где необходимость, а где роскошь?» Все мы знаем места из Писания, где написано так, что люди, они впадают, впадают в определенные зависимости, впадают в похоти. И мне вспоминается один случай, как приехал еще там, где мы жили раньше, в Белоруссии, один проповедник иностранец. И он проповедует, что мы должны процветать, мы должны молиться, верить в самое лучшее. И он проповедует, что я верю, что у меня будет Мерседес новый. Ну и подходят наши служители и говорят, мы тоже сейчас будем молиться, Господи, дай нам Мерседес. И он говорит, не-не-не, вам нельзя молиться, чтобы дай нам Мерседес. То есть, вам, вы молитесь, дай мне трактор, дай мне там Запорожец или что-то там, Москвич, но Мерседес, это мы должны молиться за Мерседес. Значит, вот и вопрос, вот где необходимость и где роскошь? Вот, но перед этим я хочу, чтобы наши участники, конечно же, озвучили свои позиции. Вот, и Наталья, пожалуйста, вот ваша позиция в отношении вот роскоши, финансов, служения Богу. Ну, прежде чем развивать эту тему разговора, я бы сказала такую позицию в нескольких предложениях, которая бы, наверное, охватывала общий спектр и взгляд относительно к деньгам, финансам и материальному благополучию. Стоит ли этого бояться или стремиться и так далее. И прежде всего я хочу сказать, что источник богатств — это Бог. Бог, который сотворил всё, наполняет Вселенную, и Он создал или способствовал созданию определённой системы вещей, денежной системы финансовой, материального благополучия и так далее. И я бы хотела сказать, что именно Богу принадлежат богатства и слава. Господь делает нищим и обогащает, Он унижает и возвышает людей, отнимает имущество у одних и передаёт другим. Господня земля и всё, что наполняет её. И кроме того, так как мы смотрим на библейский взгляд, обращаем внимание, что говорит Слово Божие о финансах, о деньгах и материальном благополучии, то ещё хочу подчеркнуть то, что деньгами, материальным благополучием мы служим Богу. Это моя позиция. Значит, Бог даёт финансы тому, кому хочет. И, естественно, не просто так даёт, типа, значит, вот, ты будешь богатым, молодец такой, а ты будешь бедным, ну, что же поделать, да? Вот. А для того, чтобы этими финансами человек служил Богу, то есть служил церкви, людям и так дальше. Совершенно верно. Хорошо. Благодарим, Наталья. Юрий, значит, тут одна позиция такая, что Бог даёт, кому хочет, но человек как бы должен служить этим. Какова твоя позиция в отношении этого вопроса? Не до конца согласен, почему. Хотя я уверен в том, что иногда Бог решает, кому быть бедным, кому богатым. Но в большинстве случаев, мне кажется, особенно здесь, в этой сфере, очень много зависит от самого человека. То есть человек сам решает, каким он может быть. Не всегда, но в многих случаях. Вот как в притче написано, что ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает. То есть двое людей, они могут вырастать на той же улице, ходить в одну же школу, иметь такие же умственные задатки, но один вырастет и будет состоятельным человеком, а другой будет бедным. И только по той причине, что кто-то прилагал больше стараний, а кто-то нет. Вот очень часто люди приводят обратный аргумент, говорят, что непроворным достается успешный бег, написано, да, там, немудрым хлеб и неуразумных богатств. Но время и случай каждой вещи. Конечно, время и случай имеет свое место, и мне кажется, что этим контролирует Бог, кому дать время и случай. Но если человек ленив, то он даже пропустит это благоприятное время и случай. Думая об этом стихе, мне приходит такое, можно сказать, можно сравниться с серфингом, да, когда вот эти, думаю, все знают серфинг на этих досках, они там плавают. Скажем, вот можно просто руками там махать, да, ты будешь плыть. А можно попасть вот под, скажем, когда под гребень волны, да, под волну, и тогда уже тебя несет. То есть вот это время и случай. Но, скажем, если человек лежит на берегу моря, он даже в воду не лезет, то он не словит этой волны. Он никогда не окажется на гребне волны. То есть все равно человек должен прилагать определенные усилия и старания. То есть здесь, конечно, хотел бы сделать оговорку. То есть есть случаи, когда человек не может быть состоятельным, богатым по причине, скажем, болезни, да, он не может работать при всем желании. Или если человек живет в определенных странах мира, где нету заработка. То есть человек хотел бы заработать, но он не может просто. В таких случаях, конечно, это не зависит от людей. Ну и последнее, что я бы хотел сказать. Мне очень нравятся слова апостола Павла, когда он обращался к эфесским пресвитерам. И он говорил так, что во всем показал я вам, что так трудясь, надо поддерживать слабых. Вот хотел бы подчеркнуть это слово не бедных, а слабых. То есть нужно поддерживать тех, кто в причину, скажем, болезни или невозможности не может заработать. Он беден. А если человек просто ленив, тогда ему не надо помогать. Почему? Потому что сам апостол Павел учил говорить, что кто не трудится, кто не работает, тот пускай и не ест. То есть иными словами апостол Павел говорил, если человек настолько беден, что у него даже нечего покушать, но в то же время он не хочет работать, то пускай голодает. А значит позиция, защищающая такое мнение, что если человек хочет, он может. Ему Бог дал все необходимое, чтобы он, может быть, не разбогател, но, по крайней мере, существовал безбедно. Он был состоятельным. То есть в большинстве случаев за исключением, скажем, болезни или каких-то других вот таких. Ну, что тут сказать, дорогие друзья, мы сейчас обсуждаем две позиции. С одной стороны, значит, у нас есть понимание, что Бог дает. Кому Бог дает, тот богатый. Кому Бог не дает, тот не совсем богатый. Но это все делается с целью для того, чтобы богатый, он мог делиться, он мог помогать, он мог служить. С другой стороны, позиция, которая гласит о том, что иногда Бог дает кому-то, иногда, ну, как я понял, дело случая, может быть, не совсем Бог дает, а как бы вот как-то оно там складывается, случайно получается. Но в любом случае, человек, если хочет, он может разбогатеть, человек может подняться из нищеты и хотя бы, так сказать, безбедно существовать. Ну, это его ответственность прилагать усилия, не быть ленивым. Вот, и, ну, понятное дело, что должны мы, должны вот люди так стремиться. Если я правильно вас понял, мы это дальше сейчас выясним. Вернемся к первому вопросу, который я уже в самом начале позначил. Значит, есть ли какие-то критерии, либо границы, чтобы нам сказать вот это вот покрытие нужды, да, а вот это уже роскошь. То есть, вот, допустим, покушать хорошо, значит, ну, вот это роскошь или не роскошь. Вот, ну, а личный самолет, значит, это, ну, как бы вот, наверное, роскошь или, может быть, тоже не роскошь. Как вы думаете, вот в таком случае, где будет роскошь и где необходимость? Скорее всего, нужно немножко определить эти границы необходимости, да. Если взять в целом, в общем, людей человечества, в чём человек нуждается? Он нуждается в крови над головой, то есть элементарный дом, где он может находиться, укрыться от непогоды или во время зноя. Дальше он нуждается в одежде, в воде, в пище. И с одной стороны, казалось бы, этого всего достаточно, и финансисты нынешнего времени, они имеют такую фразу. Чем больше у человека появляется денег, тем больше у него появляется нужд. И чем больше у него появляется нужд, тем больше опять ему нужно денег и необходимость, да. И это всё получается по кругу, по кругу и по кругу. Но если свести, как говорится, к минимуму то, что покрывает именно жизненно необходимые нужды, то, в принципе, да. Одежда, пища, вода. То есть чашка льса, значит, пиджак, штаны, стакан воды или там бутыль воды в день. А, Юрий, как думаешь? Ну, на этот вопрос не может быть однозначного ответа. Не может быть однозначного. Почему? Потому что у каждого своя необходимость, да. Что такое необходимость? Это то, что тебе... Хорошо, подожди. Значит, вот для немца Mercedes новая – это необходимость. Он так понимает. А для русского необходимость – это ну хотя бы хватило еды. Ну, значит, сори, извиняюсь, если кого-то обидел. Ну, под русским я сейчас подразумеваю бывшее постсоветское пространство. Необходимость там просто покушать хотя бы хватило? Было время такое. Ну, я думаю, здесь нет разницы, где человек живет. Но суть в чем, скажем, вот, да, в Америке, ну, как мы уже говорим о других странах, всем известно, что без машины как без ног. То есть все ездят на работу, некто даже ездит по несколько часов в одну сторону каждый день. То есть если такой человек хочет купить себе автомобиль новый, чтобы он не ломился по дорозе, да, то есть это нормально. Это не есть роскошь. Ему это надо. Он каждый день много ездит. Но если человек никуда не ездит, там, сто метров надо сходить в магазин, тогда ему может быть автомобиль роскошь. То есть это определяется в обстоятельствах самим человеком? Конечно. Сто процентов. То есть нужно задать вопрос, для чего мне? Мне это надо или это я просто хочу? То есть для чего мне надо определенная вещь? Хорошо. Есть люди, которые говорят, я ценю свои свободы, я много хочу. Для меня это не роскошь. Для меня это как бы вот средство самовыражения. Для меня отдых это как обязательно, это необходимость. Я на яхте там поплавал своей в океане. Вот мне это необходимость. Дмитрий, я хотел бы что здесь подчеркнуть, что вот мы никогда почти так не думаем, что это в наших же интересах убегать от роскоши. Почему? Смотри, что говорит апостол Павел к Тимофею. Он говорит, имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствия и пагубы. Конечно, по своей природе мы все ищем лучшие жизни. Правда, как говорят, рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Но очень часто вот из чего этого лучшего мы получаем худшее. Скажите, что хорошего в бедствии или пагубе? Ну хорошо, но с другой стороны, если ты говоришь, что стремление к лучшему это естественное, ну так вот вопрос, стремление к роскоши, насколько это естественная часть человеческой жизни, и где сказать, что оно уже перерастает в пагубу и в похоть? Ну то есть для кого-то одна машина для работы, одна машина для воскресенья, одна машина на всякий случай, это нормально. Да. То есть а где там пагуба? Где оно переходит в пагубу? Ну пагуба это уже последствия, допустим, да? Мы даже все... Это слишком поздно, мы поймем, что это пагуба. Очень часто слишком поздно. Подождите, прежде чем мы перейдем тоже к пагубе, я бы хотела обратить внимание на одну деталь относительно роскоши. Я думаю, что будет очень странно выглядеть, если человек, который занимает определенную позицию президента или премьер-министра, скажем, к примеру, да, или президент какой-то корпорации, но он будет жить в обычной квартире, да, и ездить, ну в Америке на Запорожце не ездят, да, но скажем, Больцваген... Да, действительно, ну например, Больцваген какого-то 1989 года выпуска, правда? То есть это еще должно соответствовать определенному положению, определенному статусу и уровню дохода. И то, что, например, для человека уже богатого, зажиточного, достигшего определенного уровня и в обществе, и, может быть, человек родился так уже, как в каком-то поколении богатой семьи, или Бог благословил достигнуть через успешный бизнес какого-то уровня, то он, соответственно, должен и выглядеть. То его уровень жизни будет роскошью с точки зрения бедняка. Вот эти два опроса, это у нас такая небольшая прелюдия к главным опросам, поэтому мы не хотим застрять наше внимание здесь. Но если я правильно понял, то вы выражаетесь так в общих словах, зависит от этого, от того, от другого. Ну и, в принципе, не наша цель здесь определить вот эту границу, где там что-то. Вопрос, к которому мы переходим, более важный. Спросит ли Бог за те финансы, которые он нам и всем верующим дает? Знаю одного пастора, который говорит так, в такую фразу, Бог спросит за все, за то, что он дал. То есть, если Бог тебе дал это, значит, он спросит. Если Бог тебе что-то не дал, то есть, не дал какой-то талант, ну, то, значит, Бог не спросит у тебя. И под этим подразумевается, что если Бог тебе не дал таланта петь, ну, то Бог не спросит, почему ты не пел. Вот, ну, если дал талант, ну, так сказать, я сейчас уже добавляю, деньги зарабатывать, ну, значит, Бог спросит, куда ты и дел, на что ты их использовал, что случилось. Вот, так вот вопрос, спросит ли Бог за финансы, которые он нам дает? Конечно, спросит, за все. Вот, я согласен с этим пастором. То есть, бизнесмена тоже спросит? Всех спросит, да. Но что бы я хотел бы даже больше сказать, что Бог спросит не только за те деньги, которые мы имели, а он спросит даже за те деньги, которые мы не имели, но могли иметь. Не имели, но могли иметь. Имели, но могли иметь. Вот что я хотел бы немножко объяснить это. Я вижу вообще, как, наверное, во многих других вопросах есть две крайности. Одна крайность, когда вот люди такие, скажем, скромные, ну типа мне много не надо, я много не хочу работать. Я скромный человек, я довольствуюсь малыми. И такой человек особо не напрягается по жизни, он легко живет. Вторая крайность, это когда человек из себя выходит, постоянно работает, все, ему надо больше и обогащается. Вообще, что интересно, что Библия нас призывает к труду. То есть Библия вообще больше даже говорит, что это хуже, когда человек ленив, чем когда человек больше работает. Я хотел бы сейчас привести во внимание притчу, которую однажды рассказал Иисус о талантах. Вот мы привыкли думать в нашем русском языке, что талант это там способность петь. Но если в буквальном смысле слова, то талант это был весь серебра, это была бумажная купюра, так скажем, это была купюра денег. И вот что интересно, что в этой притче Иисус похвалил человек, который брал деньги, заработал больше денег, больше работал. Он его похвалил. Кого он осудил? Осудил того, кто вот такой скромный, бедный, ничего не имел, сидел и принес то, что ему дали. Вот что здесь чрезвычайно важно еще понять, это что, чьи были эти деньги. То есть эти были деньги, не этих рабов, это были господина. Человек считает, что он сам заработал. Ну, конечно, сам. Давай я тебе вопрос дам. Вот тот, кто получил пять талантов, скажем, там, пять тысяч долларов. Он получил. Он заработал сам, сам заработал еще пять тысяч долларов, да? Но дам тебе задам вопрос. Вот припустим, вот этот человек, который заработал еще пять талантов, приходит господин, и он говорит, «Слушай, господин, ты дал мне пять талантов, я заработал еще пять, но за эти пять, что я сам заработал, я купил себе лучший дом, съездил несколько раз на отдых, а вот тебе твои пять талантов, спасибо». Как ты думаешь, бы этот господин относится к этому? К этому вопросу мы еще вернемся, да. Наталья, как ты считаешь? Я считаю, что мы дадим отчет о тех финансах, которыми мы владеем и которыми распоряжаемся, это сто процентов. Сто процентов. Сто процентов. И эта притча, которую Юрий вспомнил, подтверждает эту же позицию мою. Хорошо, если ты так же согласна. Некоторые люди так объясняют этот вопрос, что мы дети Отца Небесного, мы не рабы. То есть раб, он должен, он обязан. Но в семье, когда человек сын, он не обязан там делать все по-рабски, как бы, исполняя волю господина. То есть это пример, как бы, о другом о чем-то. А мы дети Божьи, мы дочери, сыновья Бога живого, и мы живем, ну, какой отец хочет, чтобы его дети были как рабы. Пахали, пахали, пахали и приносили все ему. Значит, наоборот, любой отец заинтересован в том, чтобы дети просто радовали жизни, чтобы были здоровенькими, хорошенькими. И тут мы возвращаемся к нашим потребностям и роскоши. Хорошо, потребностям. Правда? Есть потребность, человек или семья живет, соответственно, своей позицией и своего дохода. Правильно? И если, допустим, тот дар, богатство, который Бог дал этой семье, они, этого имущества достаточно и на потребление ежедневных нужд, и чтобы поехать в отпуск, и насладиться жизнью, воспользоваться этим даром Божьим для семьи, провести время с семьей, но и также достаточно финансов, чтобы распределиться дальше. Я думаю, что именно за те средства, которые человек использует для своей семьи, однозначно, это как дети, это как бог дал именно для этой семьи конкретной. А дальше, что сверх того, чем ты можешь распорядиться для нуждающегося, ближнего, для миссионера, который уезжает в какую-то страну и так далее, то за вот эту вот часть денег, я уверена, будет общаться. То есть есть часть, за которую бог спросит, а есть часть, которую ты, как по своему усмотрению, можешь где-то разделять. Юрий, как вот? Ну, может, это не младенец, господин? Ну, немножко, немножко вторая, другая логика здесь. Конечно, бог спросит за все, но мы должны понимать, что да, есть место для отдыха, мы же не роботы, мы же люди, всем надо отдыхать. Иисус отдыхал, ученики отдыхали, то есть это все нормально. Но вот в чем здесь суть? Суть в том, что мы должны жить с точки зрения вечности. Мы здесь, некоторых людей сплошная жизнь, это отдых, да? То есть мы себе живем, удовольствие у нас. Но эту притчу Иисус сказал же о нас. Вот интересно, за что Иисус спросил? Потребовал отчета за те деньги, которые они имели? Или потребовал отчета за деньги, которые этот раб не имел, а должен был иметь? Вот к чему я все это веду, что бог, я верю, у нас спросит, как с богатых, которые жили только в свое удовольствие, так же сам и с бедных, которые просто не хотели работать. Будет точно такой же самый же спрос. Вот мне нравится, как один отец отцов церкви, он сказал так, «Ибо не всякая бедность свята, а богатство преступно». То есть не всегда, если человек беден, то он такой святой, он вообще не жадный, ему ничего не надо. Или если человек богатый, значит он только все для себя хочет взять. Хорошо, этот вопрос мы почти разобрали, но мы еще немножко позже вернемся. Сейчас очень коротко, пожалуйста, очень коротко, если можете, такой вопрос, который, ну, вроде и понятный, но очень коротко. А некоторые люди утверждают, что честного, чистого бизнеса нет. То есть в любом случае, даже когда есть христиане, которые говорят, я все честно делаю, у меня бизнес чистый, ну, потом начинаешь узнавать, как, что делается, ну, и все равно находят, слышишь там, а, тому дал, тому в конверте, тому это, и вот так вот все получается. Так вопрос все-таки, может ли человек-христианин иметь честный бизнес, либо это в любом случае не получится, потому что все равно где-то как-то придется ради прибыли жертвовать своей совестью, принципами христианства, ну, ну, так сказать, чуть-чуть глаза закрыть на что-то. Очень коротко. Я думаю, что возможно иметь честный бизнес, но это сложнее. Я рассуждала об этом, конечно, у меня не было возможности абсолютно на 100% вникнуть, и очень много разных бизнесов существует в этом мире, и в нашей стране тоже. Конкретно во все просто невозможно вникнуть, чтобы видеть детали и знать, где, что и как возможно или невозможно. Но я пришла к такому выводу, рассуждая и советую с некоторыми людьми, просто спрашивая их мнение, да, что нужно, чтобы действительно не грешить в своем бизнесе, нужно хорошо знать слово Божие, что оно говорит о ведении бизнеса. И там есть конкретные фразы относительно мер и займов и так далее. Но и в стране, в которой мы живем, в существующем законодательстве мы должны очень хорошо знать обстановку, мы должны хорошо изучить свой бизнес, его плюсы и минусы, рентабельный он, нерентабельный сегодня на рынке, да, или нет. Потому что если нету спроса на определенные вещи, какой смысл начинать этот бизнес, правильно, в любом случае ты не получишь прибыль. Следующий вопрос, это советоваться иметь юриста, который очень хорошо знает законы на данный момент. Советоваться с человеком, который владеет информацией налогообложения, чтобы все правильно организовать, списывать и так далее. Я перебиваю, но у нас здесь не курсы бизнесмена, спасибо, информация очень важная. Ну, я думаю, что это возможно. Хорошо, то есть другими словами, возможно, но... Но нужно постараться. Тяжело, да? Юрий, тоже считаешь, что это возможно, либо, ну, все-таки... Да, я согласен, возможно, но вот, чтобы я хотел подчеркнуть, бытует такое мнение, что вот, если, скажем, служение пастора, это должен быть духовный человек. Ну, а бизнесмен, ну, менее духовный, так скажем, где-то что-то, да. Но мне кажется, это наоборот, вот что важно понимать, что сфера финансов, это самая опасная сфера. В этой сфере падает много вот этих духовных пастырей, мы даже это знаем. И мне кажется, апостолы очень хорошо понимали эту сферу. Вот интересный момент, в первоапостольской церкви на какое-то время было много очень денег в церкви, да? Почему? Потому что написано, что люди продавали свои имущества, земли, дома и приносили все к ногам апостолов. Вот представь себе, кто-то сегодня продал за 500 тысяч свой дом, принес в церковь только один человек, это же большая сумма. И вот интересно, что апостолы искали людей, кто бы мог эту работу делать в церкви, делать с деньгами, да, раздавать кому нужно что. И вот интересно, как они избирали себе таких людей. Они не искали бизнесменов, ни финансистов, ни даже людей, которые работали в сфере финансов. Что они говорили? Они говорили, итак, братья, выберите среди себя семь человек изведанных, исполненных святого духа и мудрости, их поставим на эту службу. Я задаю себе вопросом, не перегнули ли апостолы планку, ставя такой высокий уровень людям, чьи обязанности просто всего-навсего входило там раздавать деньги, вот с деньгами иметь дело? Конечно, не перегнули, я уверен в этом. Почему? Потому что поставь туда не такого человека, не исполненного духом, да, будет то, что было с Анани и Сапфиром, мы знаем. То есть к чему я все это веду? Что вообще я вижу бизнес или служение бизнеса, если его так можно назвать, это езда возле пропасти. То есть это очень опасный путь, да, потому что каждый день ты соприкасаешься с возможностями обмануть, где-то что-то неправду сказать, написать, кому-то не заплатить. И так и хочется, да, потому что ты бизнесмен, а ты делаешь бизнес, зарабатываешь деньги любой ценой. А мы знаем, что почему, а почему в бизнесе лгу, да, потому что больше прибыли. Но что Иисус сказал, да, что говорит, если человек даже приобретет весь мир, а душе своей повредит, какая польза? Если мой бизнес будет всемирный, миллиарды долларов крутится, но если я это делаю обманом, вредя своей душе, ну мне пользы с этого никакой. Да, это правда. Но это интересная мысль, что все-таки в вопросе финансов в церкви по писанию должны стоять не бизнесмены, не юристы, не финансисты, а исполненные святого духа люди. Вот это, да, очень ценная мысль. Ну, коль мы уже начали говорить о служителях, о пасторах, о лидерах церкви, то это следующий такой важный вопрос, на котором, ну, хотелось бы заострить внимание. То есть, по сути, все, что мы, о чем мы сейчас говорили до этого, это, так сказать, прелюдия, еще предвкусие того, что мы сейчас будем говорить. Мы разобрали важность финансов, опасность финансов, как следует относиться к ним. Вот, и сейчас такой вопрос, если Бог, как написано в Писании, одних поставил апостолами, других пророками, евангелистами, учителями и так дальше. То есть, получается, что Бог ставит, и вопрос, кого-то Бог ставит бизнесменом, есть ли такое вот в Писании, либо такого нет в Писании. Но вопрос в чем-то, да, если Бог одного поставил апостолом, должен ли он, ну, так сказать, работать помимо апостольства своего, где-то бизнесом заниматься, либо он должен исполнять только вот непосредственно свое служение, которому он призван? Ну, хотя вообще в Библии мы нигде не находим такого слова, как бизнесмен, да, то есть это уже более новое слово. Но сама суть этого слова в Библии встречается, и даже очень часто. Ну, немножко есть, торговец там. Ну, даже не то, что торговец, вот даже посмотрим на служение Иисуса Христа. Вот мы читаем, что Лука вроде бы повествует, что в жизни Иисуса Христа были женщины, которые служили Иисусу своим имуществом. И что интересно, среди них были как и простые, так и очень такие состоятельные. Там вроде бы жена, как и Иоанна звали, она была женой домоправителя самого Ирода, то есть это была богатая семья. Были те, кто там торговали багреницей. Да, ну вот что интересно, ну Иисус, который мог вот взять этих нескольких хлебов, рыб, накормить столько много людей, Зачем Иисусу вот люди, которые бы поддерживали его финансово? Ну, зачем они ему? Но оказывается, они были ему нужны. Вот эти женщины помогали Иисусу и его ученикам. То есть здесь смысл какой? Я вижу, что Бог так захотел, чтобы в служении, в церкви были разные служения. Кто-то служит словом, а кто-то служит финансами. Хорошо. Значит, получается так, Бог спросит за апостолов, исполнил ли он апостольское свое служение. Именно так. А бизнесмена Бог спросит, как он распоряжался финансами, потому что он должен был своими финансами служить в церкви. Конечно, вот пример, допустим, вот эта Иоанна, жена, да, вот этого домоправителя. Бог никогда с нее не спросит, почему ты там с учениками не пошла проповедовать. Но с нее был беспрос, почему у тебя был достаток, у тебя были деньги, а ты никогда не пожертвовала, скажем, на это дело. Хорошо, Наталья, насколько ты согласна с таким мнением? Я согласна с этим мнением и даже готова зачитать из послания к римлянам цитату, которую написал апостол Павел. «Имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещеватель ли? Увещевай, раздаватель ли? Раздавай в простоте. Начальник ли? Начальствуй с усердием, благотворитель ли? Благотвори с радушием». То есть здесь, опять же, подтверждая слова Юрия, что прямо не сказано «бизнесмен» или «богатый человек», но из контекста мы здесь можем подразумевать «раздаватель» или «раздавай», да. А что раздавать? Были ли все такие семьи или люди, которые продавали свое имение? Да, был период в жизни первой церкви, когда стремились жить коммунно и помогать друг другу и так далее. Но это потом отошло на второй план. Что-то изменилось в жизни церкви, с какими-то трудностями, возможно, они столкнулись, и поэтому должны были быть перемены. И здесь «раздаватель ли? Раздавай». Начальство с радушием, да, с простотой. Начальник ли? Начальствуй с усердием, благотворитель ли? Благотвори с радушием. Вот это интересно. Раздаватель, благотворитель, это в каком-то смысле бизнесмены, которым Бог поручил, дал, что раздавать. И еще один момент, да. Например, когда, я допускаю такую мысль, если можно развить ее, да, период первой церкви, решили жить коммунной. После того, как какие-то богатые люди начали от всего сердца принимать решения, продавать свое имение и приносить к ногам апостолов. Но это также такая ситуация, когда люди, допустим, бедные, да, или нищие, они могли себя оправдать тем, что ведь Бог мне не дал, они мне обязаны обо мне позаботиться. И дальше в посланиях мы обращаем внимание, где Павел говорит такую деталь, кто не работает, пусть и не ест. То есть мы не должны... Чтобы избежать большое количество ленивых людей, которые держали баланс. Да, и подхода именно лукавого, чтобы это все... Злоупотребление, чтобы не было. Злоупотребление, да, потому что получается, что тот богатый человек, он поступил благородно, красиво, Бог даст ему награду, а другой человек на этом благородстве подскользнулся и потерял спасение. Хорошо, но если мы признаем, что богатый человек должен как бы делиться своим имуществом, да, вопрос, он сам должен к этому прийти как-то, либо к нему должен пастор подойти и сказать, слышишь, брат, ты понимаешь, что это, так сказать, у тебя не твои деньги, а это Господь тебе дал, ну и ты должен вот как-то с нами делиться. То есть как сама процедура, так сказать, осознание вот этого вот... Да, что мы, допустим, что пастор может сделать, он может просто объяснить в Писании, да, но заставлять никого никто не будет. Вот возвратимся к этой же притче о талантах, да, написано, что господин дал и пошел. Он не сидел над ними, а ну давайте работать. Не напоминал. Не напоминал. Можешь сидеть, как тот, кто взял один талант, он просто пролежал, скажем, да, он был ленивый раб, он просто отдыхал, ничего не работал, никто за ним не ходил, никто не говорил, почему ты не работаешь. То есть господин дал и ушел. То есть это, хочешь жертвовать, жертвуй, не хочешь, не жертвуй. Вот я вспомнил, мне иногда встречаются, вот бизнесмены немножко даже недовольствуют, да, почему вот с меня только деньги хотят забрать где-то, выкачать, да. Он говорит, почему я должен давать? Ну ты не должен. Точно так само, как пастор не должен вставать, говорить проповедь, идти там разбираться с проблемами людей. Мы ничего не должны. Писание нас говорит, что мы, Бог придет время, будет требовать от нас отчета. Но это будет потом. Сейчас, что хочешь, то делать, только помни, что придет время, за все нужно будет ответить. Был ты пастор, не служил, имел это призвание и не хотел служить. Или ты был бизнесмен и просто жил в свое удовольствие. То есть любой бизнесмен, который уже поднялся, заработал, ну хотя это такие условные вещи, все из них, независимо от сколько у них финансов они все еще считают, что им надо подняться повыше, то есть у них у самих внутри должно прийти свидетельство Духа Святого, что так же само, как пастор поставлен, и он может либо чистосердечно полностью выполнять свое служение, так же, как евангелист может евангелизировать, а может не евангелизировать, так же он, как бизнесмен, может как бы брать свои, служить своими финансами и может как бы все время богатеть-богатеть, потом умер и суд, да? Я думаю, что служитель, может быть, напрямую и не должен подходить к какому-то бизнесмену или богатому человеку и понуждать. А почему бы и нет? Потому что он подходит к евангелисту и говорит, ай-яй-яй, евангелист, ты почему не выполняешь свое служение? Подходит к пастору своему заместителю, говорит, ай-яй-яй, ты пастор, почему слабый пастор слушаешь, почему не может к бизнесмену подойти? Наверное, с одной стороны можно и подойти, но с другой стороны, я думаю, что разумно учить о финансах с кафедры не только для богатых людей, а для среднего достатка людей тоже, потому что среднего достатка людей, какое для них есть оправдание, чтобы не послужить богу своими финансами и не только в плане десятины, но и благотворительностью соседу, там на миссию кому-то, не обязательно родственникам, а на служение миссионерам и так далее. И еще один момент любопытный. Статистика, да, вот люди, которые обращают внимание на Писание и, может быть, там, математического какого-то склада ума, они решили подсчитать, сколько стихов упомянуто о деньгах, об имуществе в Библии. Сколько раз? Сколько раз, да. Итак, любопытная такая цифра. Пятьсот стихов упомянутых в Библии о вере, около пятисот стихов о молитве и более двух тысяч о деньгах. Вау! Что-то мне-то не нравится как-то чуть-чуть. Но я думаю, что человек, бизнесмен, который читает Библию регулярно и рассуждает о Боге, даже то, что там написано, будет понуждать его служить своим имением. Вот это много мне глаза сейчас открывает даже. Вот почему столько много манипуляций в христианском мире о деньгах? Есть проповедники, которые только и проповедуют, что нужно жертвовать, давайте. Ну и вроде с Библии две тысячи раз написано, да? То есть, вот, мне кажется, это еще больше, ну, делать важнее, чтобы было учение в церкви. Вот о деньгах, как правильно. Кто-то говорит, надо учение больше, а кто-то говорит, наоборот, надоели эти учения в финансах, все трясут нас, трясут, мы как дойные коровы, там нас дают, дают. Ну, смотри, люди должны знать, куда они дают деньги. Например, вот я часто слышу, вот христиан говорят, ну, я пожертвовал, но это не мое дело, куда эти деньги пошли. Пускай они отвечают, кто там... Это неправильное, да, они будут отвечать. То есть, это должно как описано с рассудительностью. Но мы будем отвечать с рассудительностью. Вот что я вижу сегодня, очень распространена такая несправедливость или неравномерность даже в финансах. Вот я вижу даже, скажем, в других городах, даже или здесь, или на Украине, вот два пастора в одном городе, один еле концы с концами сводит, а другой очень шикарно живет, да? И они работают одинаково много. А почему такая разница? Потому что один умеет красочно рассказать, приукрасить, преувеличить даже того, что нет. А другой скромный, он не любит себя рекламировать, и ему никто не дает. А очень часто мы люди простые, мы редко разбираемся в сути вещей. То есть, ну, кто красиво нам рассказал, мы тому дали, а кто, ну, не рассказал, тому и ничего не дали. Хорошо, с одной стороны есть такие случаи, а с другой стороны есть случаи, когда пастор видит, понимает, что он служит Господу, но у него есть семья, собственно, нужная, которую нужно покрывать. И те бизнесмены, которые призваны Богом, ему как бы возмещать, как-то жертвовать, чтобы он на жизнь ему хватало, да? А он в это время служит Господу, он понимает, что, ну, как, я и молюсь, и пощусь, помощи нет, он искренний. И у него появляется искушение, значит, ну, что, пойти и заняться каким-то своим делом. То есть, он раньше целый день служил Господу, сейчас он полдня служит Господу, или пару часиков, вот. А потом идет домой, там машины клепает, что-то еще делает, бизнес свой устраивает. И он как бы вынужден это делать, потому что, ну, как-то те бизнесмены, которые должны были пожертвовать, они либо не хотят, либо считают неправильным, ненужным, либо сами для себя богатеют. И ему вынуждено это делать, становиться бизнесменом. Так вот, можно ли совместить это? Призвание пастыра и бизнесмена? К сожалению, нашим пастырям приходится так поступать. Это, к сожалению, значит, так плохо? К сожалению, я бы не сказала, что, с одной стороны, на 100% плохо, но, с другой стороны, опыт рабочего человека, если такой опыт пастыр имеет, это тоже очень хорошо. Потому что это дает возможность пастырю-служителю адекватно относиться к людям, которые много работают физически или умственно работают. Но, с другой стороны, я согласна, что с определенного времени хорошо было бы, если бы пастырь-служитель, он занимался именно душепопечением, именно духовной частью своей пастырской деятельности. Почему? Потому что человек, который, он сфокусированный на одной работе, он в ней развивается, он общается с людьми, он обогащает свои знания, он молится, он читает Слово Божье, он читает книги, которые соответствуют нуждам людей, и он в этом развивается, и это правильно. Но, может быть, с определенного какого-то времени пастырского служения. И так же самое человек-бизнесмен. Если он будет распыляться на 5-6 дел, то, конечно, успеха в бизнесе вряд ли мы увидим. И этот человек потеряет время и получит убыток. Значит, пастыру лучше застрять свое внимание на своей пастырской работе. С одной стороны, правильно, да? Но, с другой стороны, мы можем так просудить, что... Ну, а что если паста скажет? Ну, у меня церковь маленькая, там три бабушки есть, вот, я их там раз в неделю каждую из них посещаю. Остальное время, ну, как бы, только поэтому я бизнесом и занялся. Где вот эта тонкая нить, где мы должны рассудить и сказать, что нет, ты все равно, даже если у тебя три бабушки, у тебя вот миссия есть ангелизировать, молиться, проповедовать, изучать Слово. То есть ты там должен быть, а не в бизнесе. Насколько это правильно? Ну, я думаю... Сложно решить этот вопрос однозначно. Я думаю, что вообще это щепетильный вопрос. Особенно почему? Потому что мы все понимаем, да, что в Америке это растет по нарастающей, да, что мы встречаем, посмотреть бизнесменов. Я лично вижу эту проблему, да. Проблему. Проблему, почему? Ну, первое, что я понимаю, я понимаю, что в Америке, и мы все понимаем, что церкви, они держатся на деньгах во многом. Нужно платить за здание, нужно покупать аппаратуру. То есть куда, что бы ты ни сделал, за все нужно платить. Система такая, кто-то должен, это жертва, кто-то платить. Все отвечает серебро. Вот и что получается, что я смотрю, в некоторых церквях бизнесмены, они имеют больше влияния, чем пастырь и весь служительский состав. Как говорят, кто платит деньги, тот и заказывает музыку. И здесь какая опасность, что порой выбирают деканов, пастыров не по библейским критериям, а по кошельку. Кто больше пожертвовал, ну, тот и будет занимать какую-то определенную позицию. Тогда мне стоит вопрос, это библейская церковь, или это просто религиозная общественная организация? Потому что именно так в мире, так в мире. Чем больше ты заплатил, тем выше ты поднимаешься. И вот мы должны понимать, что пастырь, я считаю, бизнесмен, это две совершенно разные позиции, которые требуют массу времени. То есть нельзя совместить. Нельзя совместить. Даже по одной простой логической причине. Допустим, все бизнесмены, я думаю, бы со мной согласились, что невозможно стать успешным бизнесменом, работая только 8 часов в день. То есть ты должен намного больше времени влаживать туда. И я скажу, что невозможно стать успешным пастором, если ты тоже влаживаешь только 8 часов в день. То есть эти две, скажем, таких служения, которые требуют очень много времени. Я себе думаю, а зачем вообще бизнесмену быть пастором? Ну, ты делай то, к чему ты призван, но делай его от души. Иногда бизнесмены жалуются то, что с нас только деньги берут, а мы бы хотели решать духовные вопросы. Ну, так я себе думаю, может этот бизнесмен не в своей тарелке. Может, Бог его действительно призвал быть пастором? Тогда нужно ставить бизнес и идти служить духовными вопросами. Кстати, мы были когда в Корее, то нам корейцы так и объясняли, что служитель, пастор – это пастор. То есть он должен несколько часов в день просто молиться. То есть это то, что не хватает иногда других пасторов. То есть это не трата времени, это твоя обязанность как пастора пребывать много часов в молитве, чтобы получать от Бога откровение. И ты за это справедливо получаешь зарплату, деньги, как и работа со Словом Божьим, подготовка и так дальше. Наталья, можно ли совместить все-таки? Вдруг это Юра говорит, что невозможно, а вот есть другие версии. Здесь я с Юрием абсолютно согласна. Согласна, да? Да, моя точно такая же позиция. Невозможно, как говорится, сесть на два стула, хотя мы такой народ, который пытаемся это сделать, и, к сожалению, потом задаем вопрос, а почему же не получилось? Не то, не другое. А может, у кого-то и то, и другое получилось? Ну, надо с такими людьми познакомиться. Да, я бы хотел обратить наше внимание на то, как относились к этой такой идее апостолы. Да, пожалуйста. Интересно, что, смотрите, они не то, что не могли совместить бизнес со своим служением, они даже не могли со своим служением совместить много церковных задач, скажем, особенно когда раздавать деньги. Да, вот что интересно, когда вот я уже вспоминал, возник этот вопрос, что деньги есть, нужно кому-то их раздавать, что апостолы говорят? Тогда 12 апостолов со зла множество учеников сказали, «Нехорошо нам оставив Слово Божье, пищись о столах». А я бы вот спросил, апостолы, а что вы будете делать? Ну, вы поставили декану, они там деньги, все церковные вопросы решают. А что вы будете делать? Апостолы говорят, «А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». И посмотрите, обратите внимание, не то, что они поставили это на рассуждение, они разделили конкретно, не спрашивая мнения. Принципиально. У меня вопрос, а Пётр, это все, что ты будешь делать? Молиться и в Слове служить? Вот именно корейские пастора так и делают, они молятся и в Слове прибывают. А у нас иногда вот так вот и спрашивают, а чем же он будет заниматься? Этот служитель. Вот у нас как-то воспринимают это, что пастор, ну как, зачем тебе 5 часов в день молиться? Давай и не работаем. братья, Дмитрий, Наталья, я вижу, что это большая и это принципиальная проблема нашего времени. Почему? Сегодня пастор может быть бизнесменом, быть ответственным за все служения в церкви, быть организатором, конференции там организовывать, с людьми встречаться. Вроде все хорошее, но на молитву времени как-то уже не остается, да? Потом, как один проповедник говорил, я от самого интернета принял, что и вам передал, потому что от Бога времени принимать некогда, я занятый слишком. А потом мы спрашиваем себе, почему такая большая разница в первоапостольской церкви и нас? И говорим, ну это такой исторический период, не исторический период, а потому что пасторя, я считаю, служителя не занимаются тем, чем они должны заниматься. И, к сожалению, часто мы им не позволяем это, люди, да? Мы не позволяем. Мы не позволяем. Почему? Потому что если пастор только молится, словом служит, тогда он ничего не делает по-нашему. Ну, может быть, с другой стороны, это ответственность бы бизнесменов была, сказать, что, ну, послушай, пастор, ты давай не делай вот это, вот это, вот это. Давай, мы как бизнесмены, вот и займемся, это будем делать, вот, а мы тебе будем платить, чтобы ты молился, постился, пребывал в слове. Может быть, так правильно было бы со стороны бизнесменов подойти? Если допустить такой диалог, он, скорее всего, мог бы состояться тет-а-тет, лицом к лицу, да, между конкретным бизнесменом и конкретным пасторем. Потому что, я не знаю, может ли пастор, имеет ли право он с кафедры что-то такое требовать? Или на Братском Совете поднимать этот вопрос? С одной стороны. Но с другой стороны, если мы разговариваем о людях молодых, которые, допустим, родились в богатой семье, которым 18, 20, 22 года, может быть, они и не увидят, и не могут, еще не созрели, и не могут понимать свои позиции в этом мире и ответственности относительно финансов. То люди зрелые, которым уже 45, под 50, которые состоялись в этой жизни, как бизнесмены, я думаю, что они должны понимать свое положение пред Богом на основании Слова Божьего, так же само, как служитель должен понимать свое положение в теле Христовом и определиться с этим. То есть, в любом случае, участвовать или помогать как-то. Насколько возможно это состояние пастора, что ему делать, как ему делать, поступать, когда подходит или не подходит бизнесмены к ним? Я думаю, что даже здесь, то, что мы сейчас делаем, это очень хорошая платформа для этой темы. Почему? Потому что, пастор сам не может за себя говорить. Он не станет же в церкви и скажет, ну, братья, сестры, мне пожертвуйте. Это как-то неэтично. То есть, то, что мы сейчас делаем, говорим не о себе. Есть ли какие-то случаи, когда между пасторями происходили, может быть, ты знаешь, где-то с кем-то были? Ну, случаев были, я думаю, немало. Но я вот хотел бы, как ты уже мне натолкнул на эту мысль, я хотел бы рассказать вкратце один разговор, который мне посчастливилось, я скажу. И медиа, это два года назад с одним из известных наших славянских служителей, пасторей здесь в Америке. И вот, это очень известный пастор, много его знают, он много послужил нашему народу. И когда вот мы с ним общались, разговаривали, и когда зашла речь о финансах служения, то, что этот пастор мне рассказал, просто откровенно скажу, меня шокировало. Я вот за свою жизнь никогда такого не слышал. Это уже пожилой служитель. И он рассказывал мне, начал просто так открываться, сколько трудностей он перенес в жизни просто из-за недостатка финансов. Недостатка финансов. Да, у него страдала семья, страдали дети, он очень сильно подорвал свое здоровье, потому что, ну, так как у него не хватало денег, он долго много работал, по 14-16 часов в день, потом в церкви служил. Да, это был совестный человек, он не хотел, чтобы служение, но терпело крах, он много влаживал. И что интересно, я увидел, что это был очень, я бы сказал, честный служитель, понимая, что у него большой был авторитет, известность, популярность, он мог бы просить, он мог бы как-то где-то деньги взять, но он этого делать не хотел. Ради служения. Ради служения, да. И я знаю, что многим служить, когда я слушал о его жизни, я вот так даже знаю некоторых служителей его уровня, скажем, в России, в Украине, я пришел к выводу, что им намного легче жилось и живется. Даже вот этот пастор, он рассказывал, когда в церкви люди делали сбор пасторам в Украину, в Россию, в то время, когда в этот момент у него не было денег, за что купить детям необходимые вещи. И никого даже не интересовало, никто даже не подумал. Сами членов церкви, бизнесменов даже не интересовало. Вот что для меня интересно, вот в людей бытует такое мнение, что если пастор в Америке, значит он богат. Это было все в Америке. Он очень сильно подорвал свое здоровье. Очень много в жизни, скажем, было трудностей. Ну что само больше меня шокировало, когда мы вот разговаривались, он смотрел на меня, он говорил, а мне тебя жаль. В смысле, что ты будущий пастор. Что ты будущий служитель. И говорит, почему? Говорит, вот о его словах, он говорит, если бы ты сейчас у меня спросил, будь я на твоем месте, согласился ли я пройти свой путь снова? Он немножко помолчал, говорит, я даже не знаю. Даже так? Даже так. Он говорит, с одной стороны, я понимаю, что я не жалею, как я прожил, потому что я исполнил свое предназначение. Я верю, что меня к этому призвал Бог, и у меня будет за это награда. Но чисто по-человечески, если бы я знал все, что придется мне пережить и моей семье, я, наверное, говорить бы не согласился. У меня была возможность, говорит, зарабатывать, быть бизнесменом, были хорошие возможности, но я от всего отказывался, лишь бы для того, чтобы служить в церкви. К чему я все это веду? Что вот даже обращаясь, скажем, к состоятельным людям, к бизнесменам, которые, может быть, и хотели быть пастором. А зачем? Найти вот вокруг нас много таких пасторов, способных, призванных, которые могли бы очень много служить, без этих всех жертв, без перенапряжений, если бы кто-то, скажем, с бизнесменов, состоятельных людей освободил этого человека от работы, чтобы он не переживал за финансовую часть, а полностью отдавался. Больше твой, я верю, что с судного дня с этих бизнесменов и богатых людей в его церкви будет спрос, что возле них был служитель, который служил им и их детям. И никто никогда не задался вопросом, а вообще есть ли у него деньги или нет? Потрясающе. Я же сам сижу, мурашки бегают там сзади где-то. Спросит ли бог с этих бизнесменов? Ну, извините, бизнесмены, может, вы нас смотрите сейчас. Одну мысль хочу сказать относительно бизнесменов и пастырей. Иногда, не иногда, а я бываю такое слышу, что у пастырей или людей, которые не имеют богатства, которое бы они хотели бы иметь, есть какое-то такое предвзятое отношение к людям, которые имеют материальное изобилие, скажем так, да? И так же само у людей богатых, зажиточных есть определенная какая-то такая тенденция мерять своей какой-то определенной меркой служителей. А что они делают? А действительно ли они чем-то важным занимаются? Вот они просто ходят по территории церкви или по зданию взад-вперед и толку никакого. то, чтобы немножечко разобраться, да, есть такая фраза у американцев, да, говорит, прежде чем судить того человека, да, одень его обувь, да, то было бы очень, я думаю, хорошая такая практика или экспириенс, или практика, или идея, чтобы пастырь провел один или несколько дней рядом с бизнесменом. вот с самого утра сутки. И, может быть, было бы хорошо, чтобы и бизнесмен провел один день с пастырем. Не обязательно я не говорю о том, чтобы пастырь, находясь с бизнесменом, он его на каждом шагу подсказывал, здесь не так, здесь надо поступить по-христиански, здесь вот, вспомни вот это местописание. Нет, просто молча, просто молча следовать, как тень и наблюдать, что происходит, просто молча наблюдать и наоборот. И я думаю, что это помогло бы и богатым людям обратить внимание, с чем же человек сталкивается, с какими проблемами других семей, что приходится решать, какие советы давать, как вопрошать Господа и где консультироваться, с какими специалистами, прежде чем разговаривать с какой-то семьёй решать какую-то проблему. И так же само у пастырей был бы другой подход к людям, к бизнесменам, видя, с чем они сталкиваются, с какими проблемами, как им, вот правильно, как Юрий обратил внимание, 8 часов в день, если ты тратишь, ты просто имплойер, ты просто работник, которого наняли. Но если это твой бизнес, это 24-7, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, ты думаешь об этом. Как и пастыр 24-7 думает о церкви. Я думаю, это был бы интересный опыт и это помогло им дальше обоим в служении и в жизни. Юрий, в одну минуту, если можешь, ещё какие-то советы, вот как между служителями и бизнесменами как-то вот наладить связь? Очень коротко. Ну, я думаю, вот вдобавок того, что Наталья уже сказала, нужно понимать друг друга. То есть нужно понимать, что служение, как и бизнес, это очень тяжёлая работа. Это не просто, что ты пошёл на работу и отработал. То есть нужно общаться, взнавать друг друга, ну и служить, и оценивать, оценивать, потому что очень часто, мне кажется, работа пастырская, она не оценивается. Ну что, что ты молился? Ну а где результат? Ну точно тяжело, да. Ну а где результат? То есть люди не видят, люди хотят всё пошчупать. Вот ты что-то построил, вот ты построил. А то, что ты молился, то, что ты там часами с Библией просиживаешь. Ну а кто это видит? Где результат? Да, спасибо, благодарю. Друзья, дорогие, благодарю вас за участие. Наше время уже так быстро-быстро пробежало. Знаю, что для некоторых из нас это было наставлением, вдохновением, для некоторых из нас это было, может быть, и обличением. У вас по 30 секунд времени, пожалуйста, выскажите ваши пожелания нашим телезрителям, среди которых есть служителя, есть обычные люди и есть бизнесмены разного уровня, разного ранга, порядка. Вот поэтому для всех нас же было какое-то пожелание. Пожалуйста. Как заключительная основа я бы хотела прочитать несколько цитат. Одна цитата Климента Александрийского, и она звучит так. «Посему, кто владеет собственностью и золотом, и серебром, и домами, как даром Божьим, и своими богатствами подаятелю всех благ Богу служит ко спасению душ? И кто знает, что этим он владеет более из-за собратьей, нежели ради себя, кто господином состоит над своей собственностью, а не рабом ее, и постоянно занят каким-нибудь добрым и божественными делами? А если должен, должен, бывает, этих вещей лишиться, то со спокойным духом и равнодушно расставаясь с ним, подобно тому, как хладнокровен он был к обладанию ими. Такого прославляет Господь, как блаженного, и называет нищим в духе, и достойным наследником Царства Небесного». И еще одна цитата. Спасибо, нет, все, у нас больше нет времени. Спасибо, Наталья, благодарю. Вот несколько слов хотел бы обратиться, сказать, что вообще разговор или идея денег, проблема не в деньгах, проблема не в богатстве. Наоборот, мы должны этого достигать. Проблема часто бывает в нашем отношении к ним. Я думаю, очень важно помнить, что на этой земле мы не владельцы, мы ничего не владеем, мы просто-напросто управляющие чужим, то есть Божьим имуществом, за которое придется нам давать отчет. Да, благодарю, благодарю, Юрий. Дорогие друзья, благодарим вас за то, что вы были вместе с нами, обращение к бизнесменам. Если Дух Святой касается вашего сердца, помогайте служителям, помогайте жертвовать им на такие вот проекты, как телеканал «Импакт», для того, чтобы мы могли служить благословением для вас. Надеемся, что вы это понимаете, признаете. Да благословит вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok